МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И мой канал Татьяна Беликова. Девочки, потихоньку изучаю свою машину. Поставила платинговый челночок и вязала. Розовая – это у меня хлопок, а то аэлита, полушерст, по-моему. Вот, смотрите, вот это как бы идёт платинговая сейчас нить, а эта белая у меня как основная нить. Всё завела, провязала. И провязала по перфокарте даже узор. Перфокарта – самая первая. Вот она. Сейчас я сниму образец и вам прям покажу, что же тут у меня получилось. Девчата, вот когда вяжется, видите, как ходит ниточка? Вот она. Вот раз. Она перемещается. И провязалась. И вот в другой. Вот я показываю прям вот нитка. Видите, она движется. Вот таким образом она провязывается. Сейчас я вытащу с челночка нить и срежу полотно. Ну вот, девчата, я сняла полотно. Смотрите, вот здесь я в одну ниточку вязала. Просто кулиркой. Вот. А здесь уже пошло две ниточки. Вот здесь такая она мягкая-мягкая становится. Хлопок, он сам пожёстче. Вот это вот лицевая сторона. А это у нас изнаночная. Ну вот так сейчас перегнём и посмотрим. Вот. Вот, видите, смотрится так красиво. Первый раз я попробовала. Вот здесь уже по перфокарте таковый узор идёт у меня. Вот он. Это вот лицевая сторона, опять же. Вот это изнаночная сторона. Потом снова просто чулочная. И вот здесь последний у меня узор. Оно идёт слип переплетения. Видите? Ну, то, что получается, получается. Можно брать разные ниточки. Я ещё хочу попробовать на третьем классе. Тоже посмотреть, как там будет смотреться. А как я меняла челнок. Сейчас вам покажу. Снимаем мостик однофонтурный. Тут ничего сложного абсолютно нет. Вот, сняла. Надо открутить вот эти два болтика. Они откручиваются ручкой. Самое главное, их не потерять. И вытаскиваем наш платинговый челнок. Вот таким образом он вставляется вот этими треугольничками к себе. А вот этой частью он вставляется вот так наверх. И чтобы дырочки вот эти у нас совпали и закручиваются вот этими болтиками. Ничего сложного нет. Вот я попробовала. И вставляем наш рабочий челнок. Опять его ставим на место. Вот дырочки совместились. И я беру. Просто закручиваю. Сильно ничего. Не тяну, чтобы не поломать ни в коем случае ни резьбу. Ничего. Вот все, девчат. И при платинге вот эти наши колесики выставляем вот в рабочее положение номер два. Вот так. Их выдвигаем, когда вяжем. Ну, потом их просто убираем. Все. И ставим наш мостик на место. Вот. Девочки, второй образец. Вот я вязала ажур. Видите, вот здесь эта петелька одна улетела. Вот. Видно? Слетела. Я только увидела ее. Ажур вязала вот по такой перфокарте. Ажурная у меня каретка стоит. И рабочая каретка. Здесь провязала вперед немножко рядов. Чтобы было за что зацепиться. Я хочу это вот с этой бобинки. Я сейчас попытаюсь поднять эту петлю. И чуть-чуть с вами провяжу. И хочу постирать этот образец. посмотреть, как он изменится и что с него будет. Ну, вот, девчата, я ее просто петлю эту подняла. Чтобы она была как бы наверху, да? Не распустилась дальше. Рисунок, этот образец я хочу выстирать. Ну, вот, как провязывается, вяжется. Вот на перфокарте, видите, вот красные черточки. Это идет проход вот этой ажурной каретки. А где вот такая вот стрелочка черненькая, поворот, это у нас проход вязальной каретки. Вот сейчас по перфокарте у меня должна проходить ажурная каретка. Будем проходить. Иголочки выдвинулись. Вот они, видите? И будем проходить кареткой столько раз, пока иголочки каретка не задвинет. Вяжу. Выдвинутые, выдвинутые. Еще, еще проход. Все, каретка задвинула иголки. Ажурную каретку перевожу влево. Она всегда в левой стороне. И провязываю вязальной кареткой. Два ряда туда и обратно. Теперь вяжем снова ажурной кареткой. Видите? Иголочки у нас снова вышли. Сейчас я немножко опущу камеру. Вот так даже лучше видно. Смотрите. Вяжем. Спрятали иголки. Влево ушли. Провязываем вязальной кареткой. Провязали. Снова ажурная проходит. Раз. Два. Вот видите, здесь опять слетает игла. Вот почему она слетает. Или что-то не хватает. Или грузов. Куда вот она должна уйти. Вот эта иголка. Я не вижу. Пока оденем ее. Наверное, оттяжку надо прибавлять. Вот. Сейчас. Дальше. Все. Иголки спрятались. Провязываем. И снова. Иголочки выдвинули. Три. Четыре. Видите, иголки у нас здесь. Вяжем только пока иголочки. Каретка. Все. Забрала иголки. Вот здесь слетела опять петля. И вот здесь. Видите, слетают петли. Что-то, значит, надо уменьшить плотность. Сейчас я уменьшу. И будем подгонять. Я вязала на 6 и 2 точки. Раз слетает, нужно уменьшать. Теперь вот уменьшу. 5-2 точки поставлю. Посмотрим, что же будет, да? Не знаю, девчата. Вот, подбирать обязательно нужно плотно. Тогда, чтобы не слетали иголки. Все, убираю. Но плотность поменьше. Сейчас посмотрим, будет слетать. Так, спрятала. Вот один рапорт провязала, вроде бы. Так, сейчас я поставлю даже на 5 и 1 точку плотность. Выдвинулись. Задвинули. Все, тут еще надо, вот знаете, подбирать. Пока подберешь. Все, задвинулись. Вот таким вот образом. Так. Сейчас. Вот таким образом, девочки, вяжем. Но слетели. Видите, вот здесь слетела, вот здесь слетела. Ну, это образец. Сейчас я его сниму. И мы с вами посмотрим на лицевой стороне. Ниточку я с челнока вытаскиваю. И провязываю кареткой. Все. Вот наш образец. Сейчас посмотрим его. Придется перевязывать, чтобы постирать. Перевяжу. Ой. Вот, девчата, смотрите, что у меня получилось. Вот такой вот рисунок. Рисунок, в принципе, красивый. Ну, это я распущу. Вот, хотя бы досюда, да? Видите, все шло ровно, ровно, ровно. Начала на камеру, все сбила. Где-то что-то у меня вот здесь убежала, и вот здесь убежала петля. Видите, две петли. Они слетели. Торопиться вообще нельзя. А, и вот здесь слетела петля. Надо проверить иголочки. Ну, и плотность все же, наверное, на пятерке. Более-менее. Вот так на изнаночной стороне. Вот. Ну, сам факт, что когда вяжу ажур, вот здесь ставлю ограничители. Вот, набрала, допустим, я иголки, и на последние вот 4 петли здесь, и 4 у меня петли вот здесь, я поставила ограничители. Вот. Если там, допустим, раппорт 24 петли, да, значит, 48, и добавить можно к этим 48, с одной стороны 4 петли, и с другой стороны 4 петли. И тогда уже будет край идти, вот как бы вот он ровный, провязываться, чтобы его было удобно сшить. Вот в этом вот плане. Ладно, девчата, я этот распущу, конечно, образец, перевяжу, и постираю обязательно. И потом посмотрим уже размеры. Запишу, сколько петель, сколько рядов, потому что, ну, вот такую можно было бы даже связать кофточку. Мне нравится сам рисунок, смотрится красиво. Вот, сегодня у нас уже воскресенье, я тут на кухне кручусь. Поставила вот тесто на хлеб. Не знаю, как оно будет у меня там подниматься, но посмотрим. С новыми дрожжами, девчата. На улице тепло, а у меня сегодня спины нет. Отварила картошку в мундирах, порезала колбаски, здесь кукурузу добавила, яйцо порезала. Сейчас почищу картошку сюда, заправлю майонезом, будет салат у нас. Эту водичку я слила с кукурузы. Ну и пока у меня будет хлеб подниматься, я еще кое-что повяжу. Мусечка моя сидит, а Маркиз пошел на улицу. На улице тепло, девчата. Хотели пойти на рынок, но у меня с утра отнялась спина опять. Я говорю, ну не пойдем, Вера тут собирается, сейчас пойдут с подружкой сходят, посмотрят, что там и как. А я уже завтра с утра пробегу по рыночку и пойду до дочки. Завтра Кристине 8 лет, А Вера после колледжа туда подъедет. Поедем праздновать день рождения внучки. Ну а пока, девчата, буду сейчас доделывать салат и потом поднимусь на свою веранду, покажу вам, что же я там творю. Ну вот, девчата, мы поели с Верой картошки в мундирах. Иногда хочется маслица в блюдце налить, сольки. Ну и вот салат тоже поели. Салат вкусный. Все, это в холодильник. Тесто, наверное, долго придется ждать. Подъем не сильно такой, чтобы вот прям. Но есть, есть, подъемчик есть. Пускай он поднимается, я буду периодически подходить, проверять. И потом его обомну и переложу в форму. И второй дам подъем. Тогда буду печь хлеб. Сейчас полью вот здесь цветочки и уже пойду наверх. И вот тот цветок надо обрезать. Я все обрезала и тот вот тоже подвял. Вот. Замешивала миксером тесто. Вера пошла собираться. Ну, я повяжу, значит, этот момент. Буду вязать. На улице тепло, тепло. Весна, весна, девчата. Прям тепло. Не знаю, как завтра будет день. Но завтра я поснимаю в городе. Я завтра поеду до внученьки, поеду на рынок. Там сниму кое-что для вас, покажу. Вот эту распродажу. Там целый улей. Народу очень много. Хлеб мой поднимается тяжело. Я его обмякла. Подмешала еще сюда мучиться. И вот в уголок поставила. Пускай поднимается. Налила себе кофе. Девочки, пойду попью. И нашла инструкцию к третьему классу. Сейчас я ее буду распечатывать. Распечатаю. Тоже в файлике всю посложу. Сделаю как книгу. Вот эту инструкцию я нашла, девчата. Бразер третьего класса. И 99 листов бумаги. У меня вот распечатано по пятому классу. На одну фантуру. И на вторую. И видите, у меня сколько получилось. Вот здесь у меня не хватит. До 99 я бы сюда все бы выложила. Я сейчас посчитаю, сколько у меня здесь листочков. Ну, 45 должно быть. Если бы было. А другая папка. У меня там мало вот таких файликов. Ну, если что, я завтра буду в городе. Поеду на день рождения же к внучке. Ну, я сейчас посчитаю. Пока будет печаться, я эти просчитаю. Если тут и есть 50 штучек их. 50, да? Да. Ну, с двух сторон же я вот вкладывала. Видите, листик сюда, листик обратно. Вот так. Таким образом. То сюда вложим. А если нет, то завтра куплю папку. Ну, что. Теперь буду распечатывать. Вот книжные странички. Все. Поехали. Пусть печатается. Потому что все время в компьютер. Ну, не будешь как бы заглядывать. Все. Оно сейчас будет печатать мне. А я попью кофейку этим временем. Вот. Что тут у меня. Черно-белый. Черно-белый листик. Да. Краска у меня есть. Вот она мигает. Видите? Поэтому должно начаться сейчас печатание. Ну, все. Слава Богу, пошло. Вот. Девяносто третья страничка. Девяносто три страницы, девчата. Очень удобно, когда не в электронном виде, а именно на бумажном носителе. Потому что, когда учишься вязать по машине, всегда рядом книга эта распечатанная. Открыл и смотришь. Поэтому, девчата, я сейчас буду печатать. Посчитаю. У меня время двадцать пять шестого. Вера побежали уже на рынок. Нарядилась, нафронтилась. Я говорю, ну, бежите. А завтра уже я пойду. Вот. Распечатаю, и будет красота у меня на все. На ЛКшку у меня инструкция шла вместе с машиной на русском языке. Поэтому печатаю пока. Ну, вот, девчата, я все распечатала. У меня получилось девяносто три страницы. И у меня две папочки. Вот такие. Видите? Думаю, а что? Ну, без файликов. Эта-то папка у меня. Я вот уже его показывала, да, ее. Видите? Тут файлики. У меня есть такая еще папочка? Ну, там мало очень. И тут посчитала. Тут их тридцать штук. Это тоже мало. Ну, сюда можно какие-то перфокарты будет положить. Вот сюда, допустим, да? Это у меня на пятый класс. Инструкция на первую и вторую фантуру. А это третий класс. Я все распечатала. И, кстати, вот так у меня и прижалось. У меня две папки таких. И все как бы классно и получилось. И можно даже и не покупать другой. Пускай она будет вот так. Она вот как книга. Все открывается. Вот к ней шли тринадцать перфокарт. Да? Предлагаемые перфокарты. Видите? Тринадцать штук. Но мне Алена продала без перфокарт. Не было в этой машине. Ну, в принципе, тут перфокарты подходят. И от пятого класса, и третьего. Они на двадцать четыре иглы. Поэтому ничего страшного. Я считаю, что нету. Вот эти все рисунки. Вот они, видите? Я, кстати, на днях заказала на Алиэкспресс рулон из 100 перфокарт. Там были скидки буквально вот три, что ли, дня. Я попала так. Открыла, что и карта прошла, и попала на скидки. И заказала одну нитку белую, эластан. Я не знаю, правда, какая, потому что не вижу. Придет, посмотрю. Если хорошая, то я, значит, возьму себе еще там темную нитку куплю. Большую такую шпульку купила перфокарты. И что-то я еще там брала, я уже и не помню. А, и иголки на вторую фонтуру, на нижнюю. Вот. Вот, смотрите, все здесь опись. Вот плотировочный блочок. Блочок 1 – это основной. Блочок 2 – это декоративный для норвежских и декоративных рисунков. Вот, сама игольница, все обозначения. Вот что входит в... Вот видите, перфокарты входят. Но у меня их не было. И обозначения, вот все-все, значит, клавиши. Здесь средняя клавиша, она делится на две. В пятом классе у меня одна клавиша средняя, цельная. А здесь вот они пополам. Фанговый рисунок, норвежский, ажурный эффектный рисунок, рельефный рисунок. Видите? Ну, в общем, надо изучать. Все пропечаталось очень даже хорошо. Вот как вязать отдельные мотивы. Вот эти вот все штучки – это все есть в карте. В этом, в наборе с машины. Все-все шло, девчат, у меня. Все эти прибамбасики. Вот. Чем я занималась? Я сейчас вам покажу. Вот двухцветный фанговый рисунок. Видите? Двумя ниточками. Декоративный цвет, основной цвет. Ага. Я пробовала вот эти дни вязать двумя ниточками на пятом классе. Но и даже образец постирала, я сейчас покажу. Но мне не понравилось. Не понравилось, потому что нитка хлопковая, девчатая. И как бы она... Ну, грубовато на пятом классе. Я сегодня хочу сделать образец на третьем классе, на большей плотности. Вот, смотрите, перфокарты. 15 перфокарт, значит, здесь шло. И вот фанговый рисунок. Рифленый, норвежский, ткацкий. Когда ткацкий рисунок, вот эти щеточки прикручиваются. И резиновые колесики выдвигаются вперед. Я сегодня почитала так, как бы поближе инструкцию. Потому что я ее, если честно, ну, не читала до конца. Вязать научилась. А инструкцию... Вот как элементы... Как пользоваться декерами, вывязывать. Упаковка, как упаковать, как настроить. Это я все научилась. И вот создание перфокарт по собственным экскизам. Перфоратор у меня есть. И он что-то у меня заедать начал. Я открывала вот эту крышечку. И вот где сама пробивная, вот этот гвоздичек там, да, я его смазывала машинным маслом. И он стал пробивать у меня лучше. Вот норвежский рисунок, как вязать. В общем, можно папку и не покупать, когда вот это вот все вошло. Но в файликах, мне кажется, лучше. Что по образцам. Вот перфокарту я набивала, девчата. Вот я вязала образец, да. Вот такой. Вот с дырочками. Неплохо, неплохо. Но мелкий образец. И вот этот вот образец. Вот он идёт. У меня такая даже кофточка есть связанная. Мне вязала знакомая моя ещё в 90-х годах. И кофта моя живая, как новая. Вот такой вот тоже образец. Нравится. Вот тоньше пряжа, мягше. Она вяжет лучше. Я решила вот этот образец связать. Хлопок плюс лавсан. Что у меня получилось? Вот он образец. Он неплохо получился. Вот здесь петля потерялась. Видите, вот здесь она дырку мне дала. Вот здесь. Я её вот сюда поймала. Ну, неправильно прицепила. То есть, одна петелька слетела. Так вот, хлопок. Она приятная всё. Ну, толстоватая нитка для пятого класса, я хочу сказать. Потому что это всё же хлопок. Вот этот образец уже постиранный. Постиранный, отпаренный. Я сегодня попробую по этой же перфокарте. А, по этой перфокарте я, наверное, не смогу вязать на третьем классе. У меня же там нету ажурной каретки. Но посмотрю, ажур будет вязать или не будет. Поглядим. Ну, вот эту на пятом классе я вязать не буду. Пряжу. И что я занималась, девчата? Спина болит все эти дни. Ой, вот сейчас повернулась. У меня аж в спине хрусть. Хрустнула. Вязала носки. Вязала носочки на машине пятого класса. Наташа сказала, моя мама свяжи слитки. Видите, какие следочки. Вот здесь без резинки. Здесь 16 у меня рядов. И начинается вывязывать пятку. В пятку я добавила катушечную нить. Это у меня супер-вош. На пятом... На пятой плотности я вчера вязала. Вчера вечером вязала вот эти вот слитки. И именно в пятку добавляла катушечную нить. Только в пятку, девочки, добавила. Вот такие вот следочки у меня получились. Здесь вот здесь сшивается. И вот этот вот шов сшивается. Я вчера посмотрела два, по-моему, мастер-класса по кругу носки от мыска. Но вот эта вот заморочка там, потом с резинкой, думаю, это надо, знаете, ну, как-то натренироваться. А мне прям горело быстрее связать, потому что завтра я поеду Кристину поздравлять. И, естественно, носки отвезу. Вот эти маленькие следочки я связала для Веры моей. Видите, какая ножка у нее маленькая, аккуратная. Здесь я ей вязала с подгибом. Вот, сделала подгиб и связала 35-й размер у нее ножка. Вот. Вот такие хорошие прям слитки получились. Шикарные. Вот, пяточка. Но здесь пяточку не добавляла. Кстати, теперь я буду добавлять шпуличная нитка. Просто шпуличная. Сейчас, кстати, я вам ее покажу, девчат. Это еще нитки. Ой. Вы не поверите, еще нитки. Столетняя сороковушка, по-моему. Вот такая вот шпулька. Сорковушка. Да, сорковушка. Она крепкая. Есть еще 25-ки. Можно и 25-ку добавлять. Ну, сорковушка. Она у меня ходовая. Вот здесь в пятки не добавлялись. Это связала я для Кристины. У нее ножка 21-21,5. Где-то вот такой носочек получился. Ей тоже делала вот с таким вот подгибом. Не заморачиваешься, девчата, абсолютно. Никакой резинки не надо. Накинул носок и побежал. Вот получилось это Кристи. Наташи, Вере, Кристини. Вот эти тоже Наташи. Ну, это на мою ножку и на Наташину ножку. Тут тоже я делала вот подгиб. Вот. Тоже такие симпатичные носки. Они очень легкие, девочки. Очень легкие. И вот такие носочки тоже я вязала на свою ногу. Но это я отдам старшей дочери. Старшей дочке себе я навяжу. И эти вот я вязала уже на двух фантурах вот с резинкой. Такой вот способ мне понравился. То, что говорят, ой, ну не надо сшить. Девчата, ничего сложного сшить. Сидишь, просто отдыхаешь и шиёшь матрасным швом. Его и незаметно. И он тут вот получается вот такой аккуратненький. Он мягкий. Отпаришь его. Он мягкий шов. Не грубый. Ну, потом посмотрю. Начну вязать от мыска. Единственное, я не буду там делать вот эту резинку. Там перекидывать надо как-то. Я вчера уже очень поздно. Глаз один спал, как говорится, я смотрела. Думаю, ой, не хочется мне вот эту вот, чтобы там резинку эту перебрасывать. Ну, может быть, со временем и созрею для этого. А так можно по кругу провязать и сделать вот такой же носочек, как вот сегодня я вязала вот для дочки. Здесь я сняла, значит, здесь была бросовая нить. Потом я сняла эту сбросовую нить на спицы и обвязала крючком. Обвязала крючком, закрыла петли и потом столбик без всякого накида вот сверху обвязала просто по кругу и отпарила. Ну, и выглядит неплохо, нормально выглядит. Не обязательно тут вот что-то делать, да. Тем более эти носки, как она сказала, мам, мне вот буквально в зимний период по дому, по дому на шлёпки кинуть и носить. А вот эти носочки можно в обувь носить вполне. Они очень аккуратные, тоненькие и лёгенькие, но тёплые. А вот эти носки я связала для кости. Вот они. Это вот мои первые носочки. Вот такие. На 42 размер. 41-42. Тоже на резинке. Ну, вот пока мне вроде бы как не надоело, думаю, ну, свяжу, навяжу носок. Две, три, четыре, пять, шесть пар. Вот шесть пар связала, девчата. Поэтому сейчас буду ждать Веру. Вера придёт. Не знаю, почему. Там вот ещё ажурный... Ажур вижу, да. Нужно как-то поймать тот момент, чтобы плотность подобрать. И эти, оттяжку, вес оттяжки, чтобы не сбрасывала петельки машинка. Но я вчера увидела, что одна иголка, там у меня вот этот вот сам над иглой язычок, он был погнут. Может быть, поэтому там у меня и происходил сброс. Но я щипчиками вчера всё это подправила. Вроде бы как всё в норме получилось. Нормально. Поэтому, девчата, я сейчас буду пробовать вязать образец вот из этой на третьем классе. Я хочу связать, может быть, такую футболочку простенькую, каким-нибудь простым узорчиком. Вот. Вот, потому что это всё же хлопок и лавсан. К телу, к телу приятное. Это мне присылала на обзор Наташа магазин Кальви, девчата. Кому интересно, заходите. Так и набирайте интернет-магазин пряжи Кальви. Вот. У неё пряжа наша, отечественная. Но там бывает и импортная. И, кстати, неплохая. Вот. Поэтому я буду вязать. Что получится, буду показывать, девчонки. Завтра поеду до внучки. Но ночевать мы там не будем. Вера будет в колледже до полпятого завтра. Она приедет уже после колледжа туда к нам. Поэтому вечером мы с ней вернёмся домой. Сейчас покажу вам немножечко погоду. И будем с вами прощаться. Вот такая вот погода у нас, девочки. Снег практически весь подтаял. У меня там на северной стороне ещё немножечко есть. Но огород вон уже весь-весь, видите, лысый. Нету уже снега. Всё ушло. Вера едут домой с Лерой. Купила себе она вторые кроссовки. Я говорю, покупай. Потому что, говорю, будет несколько пар. Дольше будут носиться. Видите, какое небо. Дело к вечеру. И на улице стало прохладно. Вот. Поэтому, девчата, учусь потихоньку. Изучаю. Вот платинка я поняла, как вяжется. И ещё вот, где совсем тоненькую ниточку убрать. Одну потолще, одну пониже. Ой, одну потоньше. Вот тоже хочу попробовать. Но это потихоньку, я думаю, всё освою. Вот. Но завтра у меня не получится с вязанием ничего. Я вязать не буду завтра. Завтра я буду по рынку бегать. И к дочи уеду. А вечером только с вами могу встретиться. И пообщаться. Вот. Вот там наш китаец гремит. Чё-то привёз опять. Кидает. Огородом скоро начнёт заниматься. Птички поют, слышите? Вот так. Как в деревне, девчата. Как в деревне. Наташу сегодня водили куда-то. Кристину. В какой-то центр детский. Где прыгалки всякие. Там горки. Вот туда. И пошли в кафе. С семьёй своей. Поэтому, девчата, на этом всем всего самого-самого наилучшего. Берегите себя. Всем добра, здоровья и мирного неба. А с вами была Татьяна. Всем пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...